Всем привет! Сегодня мы с вами начинаем 17-й урок японского. Для начала мы повторим ту фразу, с которой мы закончили предыдущий урок. Итак, фраза «Она говорит по телефону» по-японски будет Родители. Родители по-японски будет Риошин переводится как родители. Я говорю с родителями по телефону. Я говорю с родителями по телефону. С родителями посредством телефона я говорю. Или такая фраза. Родители говорят со мной по телефону. С помощью вот этого «ва» мы как раз таки показываем, что родители совершают какое-либо действие. То есть со мной, посредством телефона, разговаривают. Итак, прочитаем все эти фразы еще раз. - Переходим на следующий слайд. Итак, фраза «Она говорит по телефону». Он поговорил по телефону в прошедшем времени. Или такая фраза «Я говорю с его родителями». Когда чьи-то родители, мы говорим «го-рё-ошин». То есть «его» и тот факт, что мы говорим с чьими-то родителями, мы тоже в японском языке выделяем. Я говорю с его родителями. Прочитаем еще раз. Звонить. Звонить по-японски будет «денуао шимасу». То есть именно «делать телефон», «делать телефонный звонок». Говорить по телефону. Это как раз переводится как «говорить по телефону». Также мы можем использовать предлог «о», если мы хотим вежливее звучать, вежливее казаться своему собеседнику. Мы можем говорить «о-денуао», вместо того, чтобы говорить «денуао». То есть фраза «он делает звонок по телефону», «он звонит», «каре-ва о-денуао шимасу». «О-денуао», «он делает звонок по телефону». Или «он сделал телефонный звонок» в прошлом. «Каре-ва о-денуао шимашта». «Каре-ва о-денуао шимашта». Он сделал телефонный звонок. Значит, во время того как, если мы хотим выразить мысль, я, например, ем в то время как говорю или я читаю в то время как пью, нам потребуется вот это японское слово «нагара». Например, такая фраза «я пью в то время как разговариваю» или «я пью во время того, как я разговариваю». Мы обрубаем глагол, последний слог мы избавляемся от последнего слога «номимас», точнее от последней буквы, используем вот это как раз таки слово «нагара». И дальше продолжаем наше предложение. Рассмотрим на примере «я пью, но мима на гора». «Я пью в то время как разговариваю». «Номина». Рассмотрим такое предложение. «Я пью в то время как разговариваю». «Номима на гора ханашимас». «Я пью в то время как я разговариваю». Смотрим дальше. «Я читаю пока ем». «Я ем пока смотрю». «Табе на гора мимас». «Табе на гора мимас». Или «Я ем пока смотрю телевизор». «Табе на гора теребио мимас». «Я ем пока смотрю телевизор». Причтаем. Причтаем. Си эти фразы. «Я ем пока и не не changу». «Ем пока ем пока темой trump». 飲みまながら話します。 読みながら食べます。 食べながら見ます。 食べながらテレビを見ます。 えいが。 Это у нас фильм по-японски. И такая фраза. Я ем, пока смотрю фильм. 食べながらえいがお見ます。 Переходим на следующий слайд. У нас сегодня крайний слайд. Я ем, пока смотрю фильм. Тут мы выделяем тот факт, что речь идет обо мне. Я ем суши, пока смотрю фильм. Я разговариваю, пока играю в гольф. Я разговариваю с другом, пока играю в гольф. Я разговариваю с другом, пока играю в гольф. И прочитаем все эти фразы напоследок еще раз. Я разговариваю. Су-ши. И на сегодня все. Услышимся с вами, как всегда, в следующем уроке. Всем пока!